В течение жизни человек совершает грехи. Среди них есть такие, за которые покойный подвергается наказанию в могиле. Наказание и блаженство в могиле – это вопрос, относящийся к убеждениям, которые должен исповедовать мусульманин. На это указывают многие шариатские тексты о том, что мёртвые мучаются или блаженствуют в загробной жизни. Имам Абу-Джа'фар Ат-Тахауи, разъясняя вероубеждения мусульман, пишет «Мы верим в наказание в могиле для тех, кто заслуживает его, и в то, что в могиле Мункар и Накер будут спрашивать человека о его Господе, о его религии и его пророки, как об этом говорится в хадисах посланника Аллах, алейиссаляту ассалям, и в высказываниях с подвижников, да будет доволенными Аллах. Могила – либо лук рая, либо пропасть ада». Вера в могильные муки относится к вопросам, знания о которых невозможно получить иным путём, кроме Корана и Сунны, то есть своим разумом мы не способны дойти до знания о них. Могильные муки могут коснуться и верующих, если они были грешниками и нечестивцами, за исключением тех, кто покаялся и чьё покаяние Всевышний Аллах принял. Мусульманин подвергнется наказанию в могиле, если проводил свою жизнь вдали от Всевышнего Аллаха, проявляя беспечность к его повелениям и нарушая его запреты. Всевышний Аллах и пророк Мухаммад, салляллаху алейхи вассалям, разъяснили нам причины наказаний в могиле. Перечислим их. Неверие – куфр и многобожие – ширк. Известно, что неверие в существование Бога и многобожие являются самыми большими грехами, которые человек может совершить. Всевышний Аллах никогда не простит многобожие, сколько бы хороших поступков человек не совершал. Всевышний Аллах в Коране говорит Поистине, Аллах не прощает многобожие, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Кто же приравнивает к Аллаху, тот замыслил великий грех. Для неверующего уготовано наказание, и начнется это наказание в могиле. На это указывают аяты Кораны. И если бы ты видел, как ангелы уничтожают неверующих, они бьют их по лицу и по спине, со словами «вкусите огненное наказание». Это за то, что вы выбрали. Поистине, Аллах не поступает несправедливо с рабами. Но каково им будет, когда ангелы придут умершвлять их, ударяя их по лицам и спинам? Хафиз ибн Касерда смелуется над ним Аллах, комментируя этот аят, пишет. Каково будет их положение, когда к ним придут ангелы, чтобы извлечь их души? Их души станут цепляться за их тела, и тогда ангелы выдернут их силой, ударяя по ним. Сообщается, что Зайд ибн Сабид, да будет доволен им Аллах, сказал, «Мы были с пророком у ограды владения племени Ан-Наджар, когда проходили мимо шести, пяти или четырёх могил. Пророк спросил, кто знает тех, кто тут похоронен?» Ему ответил мужчина «Я». Пророк спросил, как они умерли? Тот ответил «Они умерли в многобожии». Пророк сказал, «Поистине, община будет испытана в могилах, если бы это не должно было быть скрыто от вас, то я попросил бы Аллаха позволить вам услышать могильные мучения, которые я слышу». Затем он повернулся к нам и сказал, «Просите защиты у Аллаха от мучений огня». И мы попросили защиты. Затем он сказал, «Просите защиты у Аллаха от мучений в могиле». Лицемерие. Всевышний Аллах сказал, «Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, есть лицемеры, и среди жителей Медины есть упорствующие в лицемерии. Ты не знаешь их, а мы знаем их. Мы накажем их дважды, после они будут подвергнуты великому наказанию». Большинство толкователей Корана склоняются к тому, что одно из этих мучений – муки в загробной жизни. Небрежность в очищении от мочи и сплетни. Сообщается, что Ибн Аббаз, да будет доволенными обоями Аллах, сказал, «Пророк, алейиссаляту ассалям, проходил мимо стены в Медине или Мекке и услышал голоса двух человек, которые мучились в своих могилах. И пророк, алейиссаляту ассалям, сказал, «Они мучаются, и мучаются не за большой грех». Затем он сказал, «Да нет же, то есть наоборот, за большой грех. Один из них не оберегался от своей мочи, а другой распространял сплетни, несущие раздор». Затем он сказал принести ему ветвь пальмы, сломал ее и положил часть ветви на каждую могилу. Его спросили, «О посланник Аллаха, почему ты сделал это?» Он ответил, «Быть может, уменьшится их мучение, пока обломки ветви не засохнут». Хафиз Ибн Раджаб Аль-Ханбали, да смелуется над ним Аллах, сказал, «Некоторые ученые рассказали, почему именно моча и вносящий раздор между людьми сплетни и злословия, упомянутые в этом хадисе, названы причиной мучений в могиле. Дело в том, что могила – это первое из мест пребывания в последней жизни. В ней дается пример наказания и награды, которая будет дана в судный день. А грехи, за которые будет дано наказание в судный день, бывают двух видов – нарушение прав Всевышнего Аллаха и нарушение прав его рабов. Первое из прав Аллаха, за которые будет спрос в судный день – это молитва, а первое из прав рабов – пролитая кровь. В загробном мире будет спрошено за причины нарушения этих двух прав и за то, что приводит к их нарушению. Так, причина недействительности молитвы – это отсутствие чистоты от осквернения и скверны, а причина к пролитию крови – это вносящий раздор между людьми сплетни и попирание чести. Это два вида проблемного поведения, впасть в которые проще всего, и с них начнется расчет и наказание в загробном мире. Не оказание помощи притесненному. Со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха алейиссалату вассалям сказал, было неспослано повеление в отношении одного из рабов Аллаха подвергнуть его в могиле наказанию сотню ударов. Однако он не переставал умолять и просить, пока все удары не были заменены одним. И его ударили один раз, после чего могила заполонилась огнем. Когда же он пришел в себя и поднялся, то спросил, «За что меня ударили?» Ему ответили, «Ты совершил одну молитву без омовения и прошел мимо притесняемого, не оказав ему помощи». Имам Аль-Касталяния, да смелуется над ним Аллах, прокомментировал это, написав, «Есть ли таково положение того, кто не помог притесненному, что же будет с притеснителем?» Высокомерие и гордость. Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха алейиссалату вассалям сказал, «Однажды некий мужчина шел горделиво в своем плаще, как вдруг Аллах обвалил под ним землю, и теперь он, крича, будет падать, пока не наступит день предстояния. Забрасывание Корана после его изучения и сон во время предписанной молитвы». В хадисе, передаваемом Самурой ибнаджундубом, да будет доволен им Аллах, говорится, что посланник Аллаха алейиссалату вассалям рассказывал свой сон, в котором два ангела пришли к нему и забрали с собой. «Мы подошли к лежавшему человеку, над ним с камнем в руках стоял другой человек, который бросал этот камень на голову лежавшего и разбивал ее. И после того, как он наносил ему удар, камень откатывался в сторону, а человек шел за камнем и брал его, и еще до того, как он возвращался, голова первого заживала, после чего он снова подходил к нему и повторял с ним то же самое. Я спросил, «Субханаллах, кто эти двое?» Далее в хадисе сообщается, что спутники ответили, что касается первого человека, мимо которого ты проходил и чью голову разбивали камнем, то этот человек, сначала бравший Коран, а потом отвергавший его, и он просыпал обязательную молитву. Имам Ибн Хубайра, досмелуется над ним Аллах, сказал, «Забрасывание Корана после его заучивания – великое преступление, потому что человек вообразил себе, что нашел в Коране вескую причину отвергнуть его, то есть Коран. А так как он отверг почтеннейшую из вещей – Коран, то Аллах подверг наказанию почтеннейшую из частей его тела – голову». Ложь. Со слов Самуры бин Джундуба, да будет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха алейиссаляту ассалям рассказал им свой сон. «И мы пошли дальше, а через некоторое время подошли к лежавшему на взничь человеку, над которым железным крюком в руках стоял другой человек, вонзавший этот крюк в угол его рта, в ноздри и глаз с одной стороны и раздиравший их до затылка, после чего он переходил к другой стороне лица и делал с ней то же, что с первой. И еще до того, как он заканчивал разрывать одну сторону, другая сторона становилась такой же, как прежде, а потом он возвращался к ней и делал то же самое, что и в первый раз. Пророк алейиссаляту ассалям сказал, «Я спросил, Субханаллах, кто эти двое?» Далее в хадисе сообщается, что его спутники ответили ему. Вина того, кому раздирали углы рта, ноздри и глаза до самого затылка, состояла в том, что по утрам он выходил из своего дома и повсюду распространял ложь. Ростовщичество В хадисе от Самура бинь Жундуба, да будет доволен им Аллах, передаются слова пророка алейиссаляту ассалям. Пророк саллиллаху алейиссалям сказал, «Вода, которая была красной, как кровь, в этой реке плавал какой-то человек, в то время как другой стоял на берегу, перед ним лежала целая груда собранных камней. Первый человек плавал некоторое время, потом к берегу подходил второй, и тогда находившийся в реке открывал рот, а стоявший на берегу бросал в него камень, после чего тот продолжал плавать. А потом он возвращался к нему, и каждый раз, когда он возвращался, человек, плававший в реке, открывал для него рот, а тот бросал в него камень. Я спросил их, кто эти двое. Его спутники ответили, что касается плававшего в реке человека, мимо которого ты проходил, и которому набивали рот камнями, то он занимался ростовщичеством». Прелюбодеяние В хадисе от Самура ибн Джундуба, да будет доволен им Аллах, передается слова пророка, алейиссаляту вассалям. «И мы пошли дальше, а через некоторое время подошли к чему-то наподобие печи. Пророк, алейиссаляту вассалям, сказал, оттуда доносились крики и шум, мы заглянули туда, и оказалось, что там находятся обнаженные мужчины и женщины, которым снизу подступал огонь, и когда он подбирался к ним совсем близко, они поднимали крик, и я спросил, кто эти люди? Его спутники ответили, что касается многих мужчин и женщин, которые находятся в подобии печи, то поистине они прелюбодеи и прелюбодейки». Употребление пищи во время месяца Рамадан без уважительной причины От Абу Мама Аль-Бахилида будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейиссаляту вассалям, сказал, «Я спал, и тут ко мне пришли двое мужчин. Они взяли меня за одежду, привели к горе и сказали, «Поднимайся». Я ответил, «Я не смогу этого сделать». Они сказали, «Мы поможем тебе». Я поднялся на самую вершину горы и вдруг, услышав громкий вопль, спросил их, «Что это?» Они сказали, «Это вой обитателей огня». Потом они пошли со мной, и я увидел людей, подвешенных за сухожилие, с разорванными ртами, из которых текла кровь. Я спросил, «Кто это?» Мне ответили, «Это те, которые употребляли пищу, прежде чем закончился их пост». Это лишь некоторые причины наказаний в могиле, которые называют ученые. Прошу Всевышнего Аллаха уберечь нас от мук после смерти и спасти от адского огня. В следующем ролике, «Иншаллах», мы расскажем о причинах спасения от могильных мук. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,